СОРМСКОГО РАЙОН Итак, начинаем мы с осмотра самой сакральной части работ, о которой так любят забывать все халтурщики и на которые так любят экономить все особо бережливые в кавычках заказчики. Это подготовительная работа по изоляции всех стен проема и заполняем все пустоты монтажной пеной. Особенностью кирпичных домов является колоссальное количество тепла и звукопотерь через стены, через кладку, которая является сквозной. А изолировав ее, мы получаем стопроцентную гарантию сохранения и тишины, и тепла, и защиту от продувания. Также неотъемлемой частью подготовительного этапа работы является полная очистка проема от всевозможного строительного мусора и пыли. А конкретно в данный момент мы видим, как ребята специальным грунтовым составом обрабатывают полностью весь проем для лучшей адгезии и полимеризации монтажной пены и различных штукатурных смесей. После подготовки проема следующим этапом является подготовка самого изделия. На нем мы видим установленные пластины с толщиной металла 1,5 мм и клипсы, которые будут фиксировать утепленные сэндвич-откоса по периметру всего окна. На данном профиле также имеется подставочный профиль с установленным внутри псулом, который будет дополнительно теплоизолировать данный узел примыкания. Продолжение следует... 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 Итак, спустя всего несколько часов мы можем с легкой совестью зафиналить весь объем работы в количестве трех окон. Начинаем с трехстворчатого окна. И первое, что нам бросается в глаза, это симметричные световые проемы. Импоста были смещены в сторону центральной части для того, чтобы стеклопакет справа и слева по ширине был идентичен стеклопакету в центральной части окна. Далее осматриваем визуально отделку. Мы видим утепленные матовые откосы, переходящие в лакированный белый подоконник с антивандальными свойствами. Его антивандальные свойства заключаются в сохранении внешнего вида как минимум на протяжении 30 лет. Данный подоконник не впитывает в себя грязь, в том числе грязь, оставшуюся от горшков с цветами, которые, как правило, возникают в процессе их поливания. При прочих равных я настоятельно рекомендую всегда использовать именно такие подоконники. Ну или стараться это делать всегда. Потому что его разница по сравнению со стандартным матовым пористым подоконником невелика. И она вам окупится в ближайшие два года. Осматривая технический функционал окна, первым делом обращаем внимание на профиль. Здесь он выбран немецкий марки Rehau. Следующий наш шаг это осмотреть тип уплотнителя. Здесь он камерный, светло-серого цвета. За счет этого света кажется в хорзере больше и визуально увеличивается световой проем. И напоследок осмотрим фурнитуру. Это невероятно важная часть в окне. Она позволяет работать створки тихо, плавно и долговечно. Конкретно здесь выбрана фурнитура третьего поколения Mac Multimatic. Искаленную стали с многочисленными точками прижима, блокиратором открывания, приподнимателем и несколькими режимами. Режим первый. Закрыто. Одним поворотом ручки мы привели в действие 6 замков по всему периметру. И также режим второй открыто. Режим третий. Створка у нас откидывается. И внимание, режим четвертый. Это щелевое проветривание, встроенная фурнитура. Оно позволяет отойти створки от рамы всего на 1 см. Таким образом поступает свежий воздух в квартиру, а створка при этом закрытая. И заключительный пятый режим. Мы также ручку под 45 градусов, но поворачиваем уже вниз. И вместо сантиметра по всему периметру образуется миллиметровый зазор. Таким образом свежий воздух поступает чуть в меньшем объеме. Однако фурнитура уже сохраняет противовзломные свойства. Данный режим еще очень актуален зимой, так как даже щелевого проветривания в основном бывает слишком много. И квартира очень быстро промерзает. И точно такое же окно, только в уменьшенной форме, установлено в соседней комнате. Оно оснащено абсолютно идентичными комплектующими и оснащено таким же функционалом. Единственное окно обладает небольшим отличием. И это отличие сразу же бросается в глаза, потому что здесь такой же антимандальный подоконник по свойствам, но уже другой по внешнему виду. Он подбирался под некие элементы интерьера, такие как обои и столешницу кухонного гарнитура. Штукатурные откосы по внешней стороне окна, которые позволяют защитить монтажный шафт, во-первых, и сделать окно намного красивее, во-вторых. Смесь белоснежная, специальная уличная. И по нашей традиции завершаем мы видеообзор отзывом от наших заказчиков. Ну что же, Светлана и Сергей, поделитесь, пожалуйста, главным своими впечатлениями от нашей работы. Пожалуйста, вам слово. У нас очень сложная ситуация. Мы очень долго искали компанию, которую выполнил качественно в нашем нервничном доме. Долго не могли решиться. Да, потому что тут проблемы, они как в панели. Мы решили все-таки обратиться к ребятам из Евроокна. Цена, качество. Нас все соотношение устроило. И, в принципе, все оправдалось ожиданиям. Ребята молодцы. Подошли к делу ответственность, сделали все быстро. Мы даже не ожидали. Мы думали, что да, это еще будет дольше. Мы просто в восторге. Спасибо вам. Спасибо вам за хорошие слова. Спасибо компании Евроокна. Ну что же, а на этой ноте мы можем прощаться с заказчиками. Все. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Но я все-таки еще сниму данные окна с улицы. Посмотрите, как выглядят полностью отштукатурные окна. Белоснежные четверти позволяют закончить контуры окна по всему периметру. Также водоотливы зарезаны в форме проема. Металл, кстати, 0,45. Это очень толстый металл, который не позволяет подвергнуться каким-то деформациям из-за механических нагрузок. Ну что же, а тем временем день подходит к концу. И нашу работу тоже можно считать законченной. Продолжение следует...